По дороге ко дворцу Пена перед нами возник Мавританский замок. В XII веке король Альфонсо отвоевал Синтру. Мусульмане были настолько удивлены победой крестоносцев, что сдали замок без боя в надежде вернуться. Португальские короли не полюбили аскетичный замок, и там поселилась еврейская община. В XV веке, после того, как евреи были изгнаны, замок приходит в упадок. Внутри замок почти пустой, и только с его стен открывается потрясающий вид на город и окрестности. А мы едем дальше, ко дворцу Пены, по совершенно мистическому лесу Синтры. В лесу собраны растения из разных стран, североамериканские магнолии, японские камелии, разнообразные папоротники. И вот на высоком холме появляется сказочный замок невиданной красоты. Кажется, что именно в таком замке должны жить принцессы из мультфильмов Йолта Диснея. Дворец Пенна в Синтре стали строить в 1840 году в качестве летней королевской резиденции. Прежде на его месте был небольшой заброшенный монастырь в стиле Мануэлина, который был построен вместо маленькой часовинки XV века. Инициатором строительства дворца и парка был супруг королевы Марии II немецкий принц Фердинанд фон Саксенко Бургота. Фердинанд был большим романтиком и вошел в историю Португалии как король-художник. Правитель писал акварелью, а замок Пенна стал проектом его жизни. Строительство дворца было поручено немецкому горному инженеру и архитектору Людвигу фон Эшвеге. Но Фердинанд II и сам внес огромное количество правок в первоначальный проект. Этот пендем и подарил коктейль из архитектурных стилей и художественных контрастов. В облике дворца Пенна можно найти и Нер-Ренессанс, и Ниаготику, и Мавританские мотивы. Фасад дворца декорирован расписной керамической плиткой, азулежу, с мраморным тритоном сверху. Вообще говорят, что это первый дворец, построенный в Европе в эпоху романтизма. Во дворе много террас и внутренних двориков в нео-мавританском стиле. Внутри дворец Пенна тоже достаточно интересен. Все здесь осталось так, как было при последней правительнице королеве Амелии. В 1853 году, после смерти королевы Марии II, король Фердинанд, который строил этот дворец, теряет королевский титул. Спустя некоторое время он женится на своей давней любовнице, швейцарской оперной певице и актрисе Рафине Эдла. Мечта построить экстравагантный дворец осуществилась в 1885 году, спустя год после смерти Фердинанду II. Он так и не увидел свое детище во всей красе. После его смерти все имущество, в том числе и дворец Пенна, отошли к графине. Это настолько возмутило португальскую общественность, что вдову вынудили продать дворец. Еще около 20 лет дворец служит летней резиденцией уже для другой королевской семьи, короля Карлоса I, королевы Амелии и их детей. Но после убийства короля и одного из принцев в 1908 году и провозглашения республики в 1910 году, королева Амелия навсегда покидает дворец. Только один раз ей посчастливилось опять побывать в этом дворце. Это было в 1945 году, во время визита королевы в Португалию по приглашению Салазара. Королеве была предоставлена возможность провести несколько часов в полном уединении во дворце, в котором она провела много лет, и в котором все осталось, как в то далекое время. Внутри дворец не показался мне большим. Около 10 комнат, 2 ванные. На кухне французская коллекция медной посуды. Очень интересная часовня с красивыми витражами. Но главное, что она построена на месте старой часовни 15 века. Уцелела лишь капелла и алебастро-мраморный алтарь. Дворец Пена – это один из самых невероятных дворцов, который мне приходилось видеть. Такое впечатление, что мы попали в сказку, и очень не хотелось уезжать. Перед отъездом из Синтры мы зашли в маленький бар, где выпили прекрасный вишневый ликер из вот таких шоколадных рюмочек. Синтра – удивительное, необычное место. Всем, кто едет в Португалию, обязательно надо там побывать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!